приветствую всех друзья мои с вами базилио канал fresh life 28 и сегодня в серии шортов коротких роликов давайте-ка мы с вами поговорим почему же мы теряем то что называется мотивацией и как это связано с нелинейности восприятия нашего мира вот такой умный термин на самом деле все гораздо проще поехали и так одна из частых причин того что человек получать такие проблемы как выученная беспомощность из-за того что повторяются очень часто неудачи да то есть в каких-то областях да из-за того что люди бросают начатое бросают процесс там допустим изменения своего тела бросают образование бросают поиски работы это фрустрация то есть чувство обманутых ожиданий когда вы считаете что вот-вот-вот сейчас вот-вот-вот сейчас она все нет 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 вы вроде делаете усилия опять усилий опять усилий а результатов нету ну и разумеется это сильно деморализует на самом деле я вам скажу сейчас один большой секрет это не должно нас деморализовать но проблема в том что наша внутренняя обезьянка наша система 1 пока не ману да она воспринимает мир линейно и так проще как вы помните система 1 старается упростить окружающий мир и делает его для человека гораздо более простым чем является на самом деле именно в этом основные причины когнитивных искажений так вот в чем же здесь упрощение и что такое линейность но для математиков что такое линейность объяснять не нужно но вот это допустим просто а x плюс бы там равно нулю да то есть функция это для нас линейность для обычных людей это когда мы получаем результат пропорционально вложенным усилием то есть мы приложили какие-то две единицы усилия получили предположим 4 единицы результата в следующий момент времени опять 2 получили опять 4 опять 2 опять 4 или 6 неважно в зависимости от коэффициента это линейность то есть на графике она выглядит как прямая линия однако в мире линейных вещей практически не бывает но обезьяна про этом не знает мир как правило не линейный он может быть квадратичным еще каким-то еще каким-то за умным словом там как правило экспоненциально да то есть такое сейчас умное слово сейчас я вам объясню на пальцах что это такое представьте себе что вы строите карточный домик или домино вес каждой фишки домино он примерно одинаковый вы примерно представляете что это такое и вот вы строите вот эту вот башенку вы положили один два три четыре все строится все хорошо 1 нормально 10 кубиков тоже нормально 20 кубиков качается но все еще нормально Но вы же положили целых 20 кубиков, а она растет. И вот наступает момент, когда вы положили один единственный сверху кубик. Вот это вот, как это, фишка домино, или как она называется правильно, да? Или одну единственную карту из колоды. И вдруг все рушится. То есть, то же самое воздействие, которое вы делали, один кубик, раз, два, три, четыре, в один определенный момент, приводит к колоссальным результатам. Неважно, деструктивным или то же самое, позитивным. Вот это и называется нелинейностью. Когда мы ожидаем, что мы еще один кубик положим, и будет такой же результат. Еще один, и еще такой же. А мы кладем еще один, а он другой. Притом другой, колоссальным образом, скажем так, изменяющий ситуацию. И абсолютно все, чем бы мы с вами ни занимались, когда дело касается прогресса, абсолютно все в этом мире работает точно так же по нелинейным законам. В линейных законах в мире практически не бывает. Но про это не знает обезьяна. А вы теперь знаете. Что это означает? Это означает, что когда вы учитесь, помните, пожалуйста, мой ролик, вот этот вот, о том, как научиться чему угодно. Когда вы чему-то учитесь, перед вами закрытый пазл, и вы начинаете вот эти картинки переворачивать. Вот так вот. И искать. То есть, вы перевернули одну, ничего не поменялось. Перевернули две, ничего не поменялось. Перевернусь три, четыре, пять, пятьдесят картинок. Ничего не поменялось, только каша в голове. Люди теряют мотивацию. И те люди, которые не знают, что так должно быть, это нормально. Потому что мир нелинейный. Обучение, прогресс в бодибилдинге, прогресс в похудении, прогресс в знаниях, прогресс в бизнесе, он всегда нелинейный. И вдруг получается так, что вы открываете еще каких-то две фишечки, а их там сто уже было открыто. И вдруг вы, скажем так, смотрите на эту картину издалека, и вы вдруг даже, учитывая, что вы где-то что-то ошиблись, посмотрите сейчас внимательно на экран, пазл собран с ошибками, но вы вдруг увидели эту картину, вы увидели, что там. И теперь вы уже прекрасно представляете, что надо поменять, куда, чтобы сложился целиком весь пазл, так, как он должен сложиться. Это и есть нелинейность. И вот это когнитивное искажение, которое, кстати, почему-то я не нашел у Канемана, я его называю ожидание линейности, когнитивное искажение – ожидание линейности – именно оно не дает нам двигаться вперед. Почему? Потому что мы вкладываем какие-то усилия и ожидаем, что мы линейно этим усилием получим такой же пропорциональный результат каждый раз. 2 получили, 2 вложили, 2 получили, или, допустим, 3 вложили, 9 получили, и так каждый раз. 3, 9, 3, 9, 3, 9 или 2, 4, 2, 4, 2, 4… А нет, 2, 0, 5, 0, 7, 0, 10, 0. 11 плюс 1000 и это нормально и так давайте еще раз кратко повторим для того чтобы не ожидать и не подать вот это чувствовать обманутых ожиданий и получать фрустрацию которая убивает наше желание двигаться вперед просто знайте что сколько бы вы не вкладывали сколько бы вы не вкладывали линейного закона прогресса практически никогда не будет он всегда будет нелинейным всегда наступит такой момент когда мельчайшая частица одна песчинка буквально разрушит этот песочный замок который вы строили сверху и бросили она разрушила да и точно так же с ростом какое-нибудь одно последнее минимальное усилие приведет колоссальным результатом почему потому что мир устроен нелинейный с вами был базилив канал фрешлайв 28 канал о том как начать и не бросить новую жизнь в понедельник на сегодня все всем пока пока